Здравствуйте, я Алексей Коноплёв, это программа «Репортеры». Вот хотелось бы спросить, чем вы занимались в прошедшие выходные? Возможно, были на даче, а может быть, ездили на шашлыки, а может быть, и вовсе ходили в кино. Репортер, кстати, тоже побывал на очередной съемочной площадке. В Самаре стартовали съемки художественного фильма «Здесь был Эл». В фильме есть душесчипательные моменты, бандитские разборки и даже мистика. Режиссер уверяет, картина основана на реальных событиях. Про что кино и кому посвятили картину, репортер провел один день со съемочной группой. Эй, алло, гады! Ползай! Бойка! Сдавшись сюда! Где-то под Самарой привет из 90-х. Крутые иномарки, кожаные пиджаки, массивные золотые цепи. И биты, автоматы и пистолеты. Все в лучших традициях выяснения отношений между криминальными авторитетами. Еще пару лет назад эти кадры могли бы попасть в хронику происшествий. Сейчас, к счастью, это уже художественный вымысел с большой отсылкой к реальным событиям. Бандитов дубль за дублем отправляет на тот свет и просит встать живьем Николай Дронников. Он на съемочной площадке нормативы по физкультуре сдает. Успевает пробежать не меньше одного километра в день от актера к актеру. Размять руки, отдавая команду «поехали», а еще проползти с оператором по мокрым кустам. Отряхнуться и побежать дальше. Одним словом – режиссер. Основные герои – это реальные люди, но один из них – это я и мои друзья. И один друг, который ныне покойный, собственно, в честь него и снимается весь этот фильм. Жил на свете маркетолог Николай, делал успешные бизнес-проекты, но для души никак не мог найти занятия. Осмыслил свою жизнь и понял, есть о чем написать. Здесь был «Эл» – история дружбы четырех парней. В картине захватываются два времени до смерти, одного из них и после. Непростые ситуации и их исход. Приятели попадают в эпицентр конфликта между бандитами. Весь фильм за ними наблюдает загадочная фигура. Она помогает им, но всегда при этом остается в тени. В фильме несколько волжских локаций. Режиссер пошел по мотивам своей жизни. Съемочная группа уже успела шокировать гостей набережной. Ко мне подошла бабушка, они вот сидели на скамейке. И как бы завязался такой не очень приятный диалог. Сидели, как вы одеты, что вы здесь делаете, да как вы выглядите. Вообще, с нами на набережной. Пришли тут, грубо говоря, как будто вчера только проснулся, неделю валялся в подъезде. Алексей Сатонин играет одну из главных ролей. Разбитного друга-чижа. Вечно наглаженному и ухоженному студенту пришлось себя поломать и разрешить пускаться во все тяжкие. Только в рамках фильма. Для каждого из актеров это большой творческий эксперимент. У всех дебют. Константин Нагорский репетирует роль дома с детьми. Мы иногда с детьми балуемся взглядами. Покажи грустные глаза, веселые глаза. Да ничего, нормально. Просто как бы фильмы смотришь. Ну, легко так в роль войти. Вместо одного из пассажиров, бандитов, у нас едет арбиратор. И там идет диалог бандитов о гранате. Что, мол, сейчас мы напугаем гранаты и все такое. Снимали сцену, как главный герой едет в электричке. И тут в электричку зашел дедушка с баяном и начал играть просто прямо в сцене. Ну и мы решили так и оставить. Спросили у него имя, отчество и включим в титры. Еще в титры попадут любители страйкбола. Команду профессиональных игроков призвали полным составом. Идеально подошли на роль бойцов. У нас бывают иногда ситуации в страйкболе, когда тоже приходится, ну, своего рода, такое же проявлять актерское мастерство. Фильм должен выйти на большой экран в сентябре этого года. Потом картина начнет путешествие по фестивалям. Зрители всего мира до последней минуты будут искать ответ на вопрос, кто же это та самая таинственная фигура, которая всегда остается в тени. Что ж, будем ждать выхода на большие экраны, не пропустить. А мы с вами расстаемся ненадолго. До встречи уже завтра. Напоминаю, что все новости вы можете увидеть на сайте телерадиокомпании «Губерния». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова